Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Андрей Коваленко. Торгуем по объемам с Валфикс. Андрей, трейдер из Москвы, уже с нами. Приветствуем вас, Андрей! Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте, Игорь! Начинаем демонстрацию рабочего стола. Давайте! Объявление, что с 5-го числа, с 5-го июня начинается наш курс. Шесть недель будем заниматься, то есть практически индивидуальные занятия, освоение платформы Валфикс. И будет разбит на две части, три недели теории и три недели практики и торговля онлайн, причем на реальных счетах. Адрес сайта скидываю в чат. Также он виден на экране. Значит, если вы пройдете по ссылке, то сразу попадаете на сайт, в главную страничку. Здесь внизу можно будет найти наши координаты и также нажимаете кнопочку «Контакты». И здесь есть интерактивные кнопочки «Е-мейл». Можете связаться по скайпу со мной. Либо здесь еще есть ссылки на Facebook, ВКонтакте. То есть, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну и начинаем, как всегда, наш обзор с тех сделок, которые мы совершили за эту неделю. Давайте посмотрим с 11 числа. Заработанных у нас 291 доллар. Какие позиции были открыты и чем мы торговали. Значит, мы с вами уже говорили, что… Давайте посмотрим на часовом графике. Значит, мы с вами рассчитывали, что у нас был, как так сказать, ложный вынос вниз. И после чего заходной импульс, который сформировал восходящие тенденции. Вот. И мы с вами ожидали покупок от контрольных уровней. И максимально предположили, что покупки крупный игрок может осуществить. И от поддержки 56-650. Вот. И набирали свою позицию. Набирали свою позицию. И здесь мы уже начали потихонечку прикрывать. Начали потихонечку прикрывать. Сегодня мы на импульсе частично закрыли. Вот. И продолжаем держать эту позу. Что здесь можно порекомендовать? Если будет откат к 57-500, то вполне можно будет искать покупки и заходить в район перехаев. То есть, к уровню 59-700, 59-400. То есть, отрабатывать вот это вот интересное движение. Пока что стекущих заходить в покупки, ну, не особо интересно. Почему? Потому что, так или иначе, предполагаем откат в поддержке. Вот. И тут уже надо будет смотреть. Нужно ждать сигнала. И только после этого принимать решение для входа в рынок и отработки. Как мы считаем, что будет уже, так сказать, отрабатываться вот именно тренд. Вот этот вот восходящий тренд. То есть, отработка перехая весьма и весьма возможно. Так, давайте дальше перейдем. Посмотрим, что у нас по индексу доллара. Индекс доллара, как видим, спаливается по полной программе в северном направлении. Что здесь мы предполагаем? Что возможен, опять же, некоторый отскок, что уложится в, так сказать, общую тенденцию. И после этого, возможно, продолжение нисходящего движения. То есть, рассматриваем, так или иначе, по валютным парам тенденцию к укреплению, причем не доллара. Так, рассматриваем евро. Фьючер 6Е. Очень хорошая точка для входа. В районе 1,0980. Очень хорошая точка. Почему? Смотрим, что здесь у нас была достаточно интересная проторговка. Причем внизу были объемы. После этого ретест. Шикарный. И выход на объемах. Биапазон выше. Красиво очень отыграли уровень. И если нам дадут откат к поддержке, можно будет смело заходить и отрабатывать, опять же, по тренду. Каких-то предпосылок к смене глобальной тенденции на дневном графике пока что не наблюдается. Давайте посмотрим на часе. Так или иначе, у нас восходящая тенденция. Здесь мы рассматривали покупки. Давайте посмотрим на 10 минут. Покупки от уровня. И пока что покупатель себя не проявил. Почему? Сейчас будем рассматривать. То есть, так или иначе, поддержка отработала. И у нас есть отскок. А вот зигзаг не отыграл. То есть, у нас нет как бы предпосылки именно с этого момента, с этого уровня заходить в покупки. То есть, что возможно будет происходить. Возможно, ложный заскок, набор объема и тогда подъем вверх. Такой вариант тоже возможен. Интересные уровни для входа в рынок. Давайте посмотрим. Сейчас сузим. То есть, однозначно 1,0980. Очень хорошая поддержка. Очень хорошая поддержка. Далее рассматриваем с вами поддержку в районе 1,1104-1,1080. То есть, вот эти вот, как бы, уровни весьма интересны для того, чтобы сюда работать. Сюда работать в кокон. Но, однако, для этого нам нужен сигнал. Пока что сигнала к покупкам нет. То есть, мы с вами убираем пока нашу метку и ждем, так сказать, формирования позиции покупателей. Если такая атаковая у нас будет. Смотрим фунт. Дневной таймфрейм. Фунт очень четко отыграл поддержку. 1,2885. Вот. И здесь на объемах произошел выход выше 1,30 с нулями. Так. Давайте посмотрим на счастье. То есть, у нас с вами был достаточно интересный уровень, который был пробит на новостях на импульсе. Ждем отработку поддержки и пытаемся сформировать позицию покупки. То есть, достаточно вот интересный момент. Так. Давайте посмотрим 10 минутку. Восходящая тенденция. То есть, ожидаем какой-то вот такой вот отработки. И тогда будем с вами смотреть уже работу. Вот нижняя граница восходящей тенденции. Вот. И заходить как бы с минимальным стопом и рассматривать продолжение восходящего движения. Каких-то прецедентов на продажу пока что нет. То есть, для продажи необходимо выйти ниже поддержки 1,2948, закрепиться и после этого уже работать в продаже. Пока что только покупки. Только покупки. Идем дальше с золотом. Золотный дневной таймфрейм. Тут у нас стоит стрелочка внимания. Достаточно серьезный уровень, который мы неоднократно отмечали. Давайте посмотрим на историю, как он формировался. То есть, у нас был выход вниз. После чего отработка данного уровня. Текущего фактически 1260 плюс-минус. Вот. После чего откат поддержки 1,195. Вот. Пробой уровня двух направлений. И сейчас опять мы подходим к этой отметке. Смотрим меньший таймфрейм. Причем мы не просто подошли, а у нас с вами вышел объем. Достаточно серьезный. Слегка зашли вверх. И опять вошли в диапазон ниже 1260. Так. Поддержку мы с вами отметили. Пока что эта поддержка отыгрывает. Так что эта поддержка отыгрывает. И будем смотреть, будут ли следовать продажи. То есть, по какой схеме. Цена у нас вышла вверх. Хулина проторговочка и захотной импульс вниз. На ретесте можем попробовать с вами продавать. Такой вариант тоже есть. Но смотрите очень аккуратненько. Почему? Потому что фактически у нас с вами отрабатывается зеркальная такая вот фигура. Выход вниз. Диапазон вот этот вот мы отыграли. Причем тут даже не произошло вот такого вот интересного отскока от верхней границы этого диапазона. И сразу мы пошли к контрольному уровню. Будут ли отыгрывать вниз или не будут, пока что не ясно. Но, как или иначе, уровень серьезный. То есть, если не в позиции вы находитесь, то покупки лучше после пробоя и закрепления. Причем закрепление во времени. Сейчас, пока что на данном этапе, лучше подождать и посмотреть, не будет ли формировать здесь продавец свою позицию. То есть, если у нас случится выход ниже отскок от контрольного уровня, от текущих, то тогда можно ожидать какого-то вот такого вот движения к подвижке 1240. Ну вот. То есть, это вполне как бы затономерно. Понятно. Если мы находимся в покупках по-прежнему, здесь фиксируем частично свою позицию. Вот. И если будет выход выше с ретестом, мы будем добавляться к северному направлению. Так. Давайте посмотрим более точно на 10 минутку. На 10 минутку. Смотрим. Продавца пока что не видно. То есть, что вышли ниже, набрали объем, сорвали стопы, и после этого отыгрываем уровень поддержки, да, локальный, и выходим опять вверх. Если не в позиции пока что ждем, с коротеньким стопом можно попробовать продажи. Такой вариант тоже имеется. Лучше дождаться какой ситуации. То есть, выход вверх по торговочке, чтобы пошел вниз у нас импульс. Потому что так мы просто, ну, как бы, нарвемся на неприятность, как говорится. Вот. То есть, должен быть какой-то отскок. Вот. И после чего уже можно будет искать вход в рынок. Пока что хода нет. То есть, смотрим, будет ли пробой. То есть, если выйдет объем, и мы пойдем выше, то тогда уже, естественно, нужно будет отыгрывать однозначные упаковки. Надеюсь, видно, слышно. Так. Идем дальше. Все отлично, слышно. Видно, конечно. Эдуард, нажмите, пожалуйста, на F5 у себя на клавиатуре и обновиться, и будет все нормально. Я тоже смотрю через сайт, проверяю, все нормально. Угу. Отлично. Так, рассматриваем далее бренд. Дневной таймфрейм. Биржа Айс. Вот. И здесь более полный график. Поэтому обзоры у нас проходят именно с этим графиком с биржа Айс. Так. Отмечаем. Достаточно серьезные уровни, на которых был выброс объема. И, как сейчас видим, что эти уровни очень четко отрабатываются. То есть, что у нас был выход вниз, достаточно серьезный. Отработалось сопротивление. Потом было пробито. Опять мы видим объемы. 52,60. И отскок. Отскок, вторичный проход. И опять объем. То есть, если мы в покупках, то, естественно, здесь фиксация идет. После пробоя выше с закреплением можно продолжать покупать. Там уже будет следующая цель. Но только после пробоя. Вот. Выход ниже поддержки 51. Вот. В этом случае, возможно, будем рассматривать продажи. Возможно, продажи. Здесь пока что покупок нет. Давайте посмотрим на часик. Игорь, Игорь, я извиняюсь. Я извиняюсь. Скажите, а вот можно крупнее сделать вот сами ваши объемы? Показатель объемов. А то вот они теряются. Игланта видно хорошо. А теряются объемы. Они просто не четко выражены. На черном фоне они просто теряются. Можно я как-то... Надеюсь, сейчас видно хорошо, друзья. Ах. Ну, сейчас поярче. Ага, хорошо. А у вас качество, кстати, какое? Среднее или высокое? Давайте проверим. Давайте посмотрим. Так, а где мне это нужно посмотреть, подскажите? А зайдите назад в документы. Среднее у меня стоит. Как? Среднее? Да. Давайте посмотрим высокое. Ага. Ну, так получше. Ага, хорошо. Илья Камышин, если у вас черный экран, нажмите F5. Оно пойдет. Это у вас где-то в браузере какой-то не срабатывает кодек. Кодек. Все, Ага, спасибо, продолжаем. Так, вот здесь что мы видим? Подход к уровню и выбрать объем. Вот. И будем смотреть, будет ли у нас сформирован продавцом нисходящее движение. То есть мы сейчас видим тут либо долив, либо, так сказать, попытку уйти выше. То есть нужно будет посмотреть, как будут позиционироваться вот эти вот объемы в моменте сейчас. Рассматриваем несколько вариантов. Вот сейчас идет попытка уйти вниз. Уйти вниз. То есть если произойдет закрепление ниже 52, то тогда в полной мере идем к поддержке 5105. То есть это наиболее вероятное будет движение. Естественно, если мы отсюда все-таки пойдем преодолевать 52,60, то тогда после закрепления будем работать в покупке. То есть общая тенденция у нас такая. Давайте посмотрим еще на 10 минутки. Видим объемы возле уровня. Продажи. Ретест. То есть в моменте удержит 52,20. ниже продаем. Если попытка будет уйти вверх, то тогда, естественно, меняем. Пока что сейчас продажи от вот этой вот проторговочки. Цели. Пока что к поддержке 5105. Идем дальше. Си. Дневной таймфрейм. Еще раз повторимся. Да, пассив. То есть понятно, поддержка устояла 56,700. Очень хороший выход вверх. Но опять же мы тут приходим к уровню сопротивления. Так. Смотрим на часе. Вот да, достаточно интересный уровень. Здесь можем остановиться. И смотрим, если будет откат, 57,700. Ну, достаточно интересно. Вплоть до 57,500. Будем рассматривать вход в продолжение тенденции. Продолжение тенденции. Так. Идем дальше. ФТС. Дневной таймфрейм. Тоже очень интересная ситуация. Очень хороший. Дали вход в продажи. То есть подошли к уровню 112,000. Как мы видим, набрали объем. И сейчас идет движение. Видим объемы на проталке. У меня, то есть работаем к поддержке 105,400. Так, давайте смотреть на час. Часовой таймфрейм. Видим, что... Дали локальный перехай. Набрали позицию. И мы видим, что на объемах объема повышается. И идет красивое движение. То есть протолкнули вот эти вот объемы. И все дальше и дальше. То есть, скорее всего, пойдет выход к 105,400. Пока что предпосылок на покупки никаких. Так, смотрим еще 10 минутку. Ну, видим, вот все. Объем на проталкивание идет сильное импульсное движение. Работаем в продаже. Так, «Газпром» в дневной таймфрейм. Запутанная ситуация, как говорится. Отыграл уровень 14,000. Видим, тут набор позиций. И попытка загнать куда-то вниз. Так, давайте посмотрим на час. Явно видим, что работает продавец. Отработка уровня. Как бы 14,000. После чего видим, протолкнули объемы, протолкнули сопротивление. Продолжает работать продавец. Видим объемы на проталкивание. Ретест. Опять видим вход продавца. То есть, работает на данном таймфрейме продавец. Посмотрим, если будет закрепление ниже, то отыгрывание 12,720. То есть, скорее всего, так. Покупок нет, это однозначно. Сопротивление 13,420. То есть, ну, работаем по схеме, да. Если дадут, еще разок. Можно будет попробовать агрессивно зайти в продажи. Стоп, естественно, выше здесь. Так, двигаемся дальше. Давайте смотрим 10 минутку. Так, видим продавца. Можно было очень хорошо зайти, видите, с минимальным стопом от уровня. Так, отыграли сопротивление, которое держим. Сейчас посмотрим, да, какие-то объемчики пошли. Скорее всего, сорвали стопы. Но нам необходима некоторая реакция. Если будем заваливаться, все, продолжаем оставаться в продажах. И не торопимся выйти. То есть, скорее всего, будет пробита поддержка 13,070 и выход ниже. Пока что планы такие. 12,720. Так, лукойл дневной таймфрейм. Вроде как хотят набрать позицию, но, скорее всего, это просто фиксация произошла. Такого исходящего движения. Стоит ли заходить в покупки? Давайте сейчас посмотрим. Вроде как, да, есть некоторые объемы. Вот, но пока что слабое проявление. То есть, хотелось бы куда-то войти в биопазон выше 29,400. Этого не произошло. И как раз этот уровень стал сопротивлением. Давайте смотреть на часе. Часовой таймфрейм. Видим, что держит 29,400. Достаточно серьезно держит. И несмотря на вот эти вот объемы, выйти вверх не получилось выше этого уровня. То есть, однозначно отыгрывание. И продолжение нисходящего движения. Если преодолеем эти объемы, то пойдет импульсное движение дальше. Пока что других ориентиров нет. То есть, продолжаем рассматривать продажи. Так, лукойл. Давайте мы еще 10 минутку посмотрим. Вот четко отыграли зеркалку. И дальше вниз. Так, ну вот смотрим. Такая вот схема была отыграна, да? То есть, как таковая восходящая тенденция, она завалилась, да? Вниз. Поэтому, как минимум, первая цель в районе 28,000. И в случае преодоления идем дальше. Покупок нет ни в коем случае. Нельзя входить в покупки. Так, далее Сбербанк. Дневной таймфрейм. Вроде тоже продают от уровня. Объемчики видим. То есть, скорее всего, следует дальнейшей продажи. Часовой таймфрейм. Вот очень похожая, да, схема. Отделили, оттестили и пошли еще ниже. И смотрим, что на объемах пробиваем поддержку. Понятно, да? Однозначно только продажи. Давайте смотреть 10 минутку. 16,310 пробили. Причем на объемах. Идем дальше. Так ясно, что продажи идут. Значит, покупки в каком случае? Если мы выходим выше сюда, вот где-то к 16,440. И потом начинаем оттеннировать уже сопротивление. То есть, тогда мы работаем с вами по копке. Сейчас пока что уровень сопротивления у нас отличная точка входа может быть. Но тут стоп. Нужно ставить куда-то аж 16,550. Поэтому лучше дождаться вот такого вот выхода. И тут уже смотреть. Можно любой зайти в продажи. Если будем просто сыпаться вниз, то если в продажах, то, конечно, остаемся в продажах. Если вот такое движение, то заходить, я считаю, что не совсем целесообразно. Потому что может быть выход все-таки к сопротивлению. Что весьма, так сказать, возможно. Хорошо. Так. Ну, наверное, все на сегодня, да? Давайте подводить итоги. Как раз полчаса у нас есть. Ну что, давайте подведем итог. На что будете больше всего смотреть сегодня сами после окончания этой передачи? Ну, я продолжаю оставаться в покупках КОСИ. Вот. И буду ожидать чего? Ну, дальнейшего продолжения восходящего движения. Было бы очень интересно работать от РТ-157-720. И второй уровень – это 57-360. То есть вот эти вот два уровня мне очень интересны для того, чтобы брать, ну, доливку делать к покупкам. Пока что какого-то сигнала для того, чтобы работать в продаже на продолжение следующей тенденции на данный момент не вижу. Однозначно. То есть мы с вами, во-первых, здесь отыграли очень сильное, красивое движение. И, скорее всего, что поддержка у нас отработала 56-660. И сейчас придет перехай, то есть работа в покупках. Все однозначно. Ясминь, поняли вас. Спасибо огромное, Андрей, вам за вашу презентацию. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо, Игорь. Извините, друзья, не могу ответить на вопрос. Если что, пожалуйста, в личку пишите, заходите на сайт. Всегда жду вас. На курсах, пожалуйста, будем рассматривать все движения и тенденции. Причем будем вместе с вами торговаться. Всего доброго, друзья. Отличненько. Спасибо. Спасибо. Спасибо.